Профсоюзные организации всех уровней поддержали дальневосточников, которые работают на заводах, входящих в группу компаний «Восток Цемент». Обращения в их адрес были направлены по инициативе профсоюзных лидеров «Спаск Цемента», «Якут Цемента» и «Теплоозёрского цементного завода» после того, как стало известно, что Генеральная прокуратура через Басманный районный суд Москвы заблокировала расчётные счета и наложила арест на имущество предприятий. Спасибо тем людям, которые всё-таки занимались этим вопросом, нам аванс выплатили, и мы ждём 12-го числа зарплату. Если у нас всё получится, то я так думаю, что пока у нас социального взрыва не будет. Будем работать и надеяться, что те нюансы, которые у нас есть, и арест счетов, всё-таки письма написаны во всей инстанции, нас поддержали многие, в том числе и губернаторы Приморского края. «Спаск Цемент» – городообразующее предприятие города «Спаск Дальний». Работники здесь трудятся годами, на завод приходят целыми династиями. За 15 лет на «Спаск Цементе» ни разу не задерживали заработную плату. В случае остановки завода 2000 человек останутся без работы. В краевый бюджет от «Спаск Цемента» ежегодно поступает около полутора миллиардов налогов. Безусловно, напряжённые сессии, очень серьёзно. Все люди, в принципе, живут в зарплате. А что такое зарплата, в наше время все знаете. Люди сейчас, для начала закончили школу дети, идут поступать. Даже если поступают на бюджетную, ребёнка надо содержать. Если коллапс случается, как это делать? Правсоюзы незамедлительно отреагировали и оперативно подключились к решению проблемы. И, как стало известно, председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков попросил генерального прокурора Юрия Чайку обратить особое внимание на опасную ситуацию с арестом счетов «Восток Цемента» и принять участие в её разрешении. В профсоюзной организации «Спаск Цемента» состоит более тысячи работников, и заводской профсоюз существует уже многие десятилетия. Напомним, мобилизовав все ресурсы, «Восток Цементу» удалось выплатить июньскую заработную плату своевременно. Однако ситуация всё ещё остаётся крайне тяжёлой. Если счета не будут разблокированы в ближайшее время, в конечном счёте это приведёт к остановке производства. Светлана Садовая, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом.